Время новостей на своем. В эфире программа «День» в студии Сергей Надеин. Здравствуйте! И сначала коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. 13 человек получили травмы. Под минводами столкнулись сразу три автомобиля. Обещания выполнили. В хуторе Беляев из Обильненского городского округа запустили водовод. Огороду предпочла офис. Почему пенсионерка из Новоалександровска снова взялась за учебники и бухгалтерские отчеты? Еле отмылись. В Ставрополе прошел фестиваль красок холи. 13 человек пострадали в ДТП в Минераловодском городском округе. Авария произошла утром 20 июля на трассе «Кавказ» в районе поворота на аэропорт. Столкнулись с рейсовым микроавтобус, ехавший из Москвы в Баку, Форд и Десятка. Травмы получили 13 человек. Водитель ВАЗа и 12 человек, находившихся в автобусе. Из них трое – дети. Пострадавшие доставлены в больницы Пятигорской. Минвод передает МЧС по Ставропольскому краю. К другим темам. Необходимо объединить силы для решения проблем Северно-Кавказского федерального округа. Об этом шла речь в Госдуме страны. На совещании с министром по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым собрались парламентарии, представители от южных регионов России. Ставрополью представляла зампред Госдумы Ольга Тимофеева. Открывая встречу, он отметил ряд проблем, волнующих округ. Одна из них – нехватка рабочих мест. В СКФУ уровень безработицы выше, чем в целом по стране. Болевой точкой остается и ситуация в школах. Из-за перегруженности многие учебные заведения округа работают в три смены. Беспокоит участников встречи также судьба кавказских курортов, в том числе и Кавминвод. Сергей Чеботарев отметил, что сейчас ведомство формирует программы, которые позже станут частью новых нацпроектов. И ждут от законотворцев конкретных предложений по их улучшению. Удобство с доставкой на дом. В хутор Беляев пришла долгожданная питьевая вода. И это для жителей настоящий праздник, который поддержала даже природа. За первым поворотом вентиля вместе с хуторянами наблюдала Ирина Ивановская. Посудомоечная машинка. Унитаз, стиралка. Унитаз, стиралка все есть. Но посудомоечная машинка. Это вот такая классная вещь. Жительницы хутора Белов, Надежда и Анна с воодушевлением перечисляют предметы бытовой техники, которыми теперь смогут пользоваться, не опасаясь, что их придется постоянно чинить или менять. До этого дня у них была лишь техническая вода. Техническая вода, там же бесполезно это все. И машинки сколько раз позаводим. А сейчас, конечно, пить можно хотя бы. А то приходится покупать вот эти бутыли, чтобы пить. Потому что вода в чайнике набирает белую, а кипит желтая становится. Долгожданная питьевая вода в маленький хутор пришла, как и обещали местные власти, до 20 июля. Семь километров подводящих сетей проложили в кратчайшие сроки – два месяца. Хотя участок здесь непростой. Местность каменистая, трубы пересекаются с другими коммуникациями. Чтобы сдержать слово, в последние недели работать приходилось в две смены. Но успели. Последний трактор уехал отсюда за пять минут до открытия. Кран нового водовода повернул глава администрации изобильненского городского округа Владимир Козлов. Причем вода пришла как из-под земли, так и с неба. В момент торжественного открытия пошел дождь. Мощности водовода хватит, чтобы полностью обеспечить поселение питьевой водой. А это больше 250 дворов. Строительство вели, что называется, всем миром. Трубами обеспечил Минжик Хак Края. Предприятия помогали техникой, местные депутаты – соляркой. И питьевая вода, наконец, пришла в хутор. Будем ориентироваться на Роспотребнадзор, который возьмет пробы и даст старт, и промывка вся состоится. Я думаю, что в течение недели, двух, трех, вот как-то вот в этом. И люди могут ложечку поставить и пропить водичку. Теперь специалистам остается только выполнить некоторые технологические процедуры, а жителям – оформить документы. Это наши работники будут выезжать сюда, прямо в поселение. Это абонентская служба, проектно-договорной отдел. И работать напрямую с населением по оформлению документации. Это ускорит вопрос при процессе оформления документации. Кстати, наш телеканал после обращения жителей хутора в проект «Карта проблем Ставропольского края» следил за ситуацией с водоводом. Скажем так, не очень приятно, когда мы в негативном смысле, а тут только так, можно сказать, появляемся на карте проблем Ставрополя. Мы это на особый контроль всегда берем. И, конечно же, делаем все для того, чтобы мы все-таки изучали только положительно. Просим убирать. С удовольствием вычеркиваем эту проблему из своего списка. Ирина Ивановская, Александр Бородин, Ставропольское телевидение. Ставропольские города продолжают преображаться. В Буденновске, Георгиевске и Забильном приступили к работам в рамках приоритетного проекта по благоустройству территорий. Так, в ближайшее время новый облик обретут Буденновский парк имени 200-летия, Георгиевский парк по улице Батакской и Забильнский бульвар Семыкино. Там появится новая тротуарная плитка, заменят бордюры, установят лавочки, фонари и урны. Всего же в этом году в проекте по созданию комфортной городской среды принимают участие 23 муниципальных образования, где до конца сентября должны благоустроить 28 объектов. Главный бухгалтер из Новоалександровска после выхода на пенсию, огороду и домашним заботам предпочла работу в офисе. За плечами у женщины большой опыт и ничуть не меньше желание трудиться и приносить пользу. Почему вместо заслуженного отдыха она выбрала будни в кабинете узнавала Джамиля Ибрагимова. Я считаю, что пока есть силы, возможности, надо поработать. Пять раз в неделю к восьми часам утра Ольга Олейникова спешит на работу. Она главный бухгалтер в Новоалександровском управлении труда и соцзащиты. Ее стол у окна. Тут всегда кипа документов и отчетов, которые предстоит разобрать. Олейникова здесь заведует финансами. Следит, чтобы всем вовремя начисляли зарплату. Работа не из простых, но для нее, говорит, это не проблема. Удалитворение есть, потому что мне нравится эта работа. Я всю жизнь проработала. За плечами большой опыт работы и ответственность, с которой женщина всегда подходит к любому делу. За это ее тут ценят и берегут. Ольга Трофимовна и как человек, и как профессионал стала хорошим наставником для молодых работников в своем коллективе. Многие годы Ольга Трофимовна трудилась бухгалтером в отделе образования Левокумского района. Потом переехала в Новоалександровск. С выходом на пенсию женщина, огороду и домашним заботам предпочла работу. Твердо решила, будет трудиться и дальше. Но куда пойти человеку пенсионного возраста? Как оказалось, варианты есть. Для пенсионеров, которые не работают, но очень этого хотят, в крае действует специальная программа. И Ольга Трофимовна обратилась к ней. Она воспользовалась возможностью, которую предоставляет неработающим пенсионерам государственная программа Ставропольского края о развитии сферы труда и занятости населения. Прошла обучение по специальности 1С бухгалтерии и получила работу в учетном центре. Обучение, к слову, не за свой счет. Все оплатил местный центр занятости. А через полгода пенсионерку взяли главбухом в управление труда, а не только как опытного работника, но и специалиста, знакомого с новыми технологиями. А такие на рынке труда сейчас нарасхват. Сама Ольга Трофимовна жадно изучает современные программы и осваивает интернет. Говорит, даже если тебе далеко за 50, учиться все равно не поздно. Все это мы изучаем, и все новое. И если сидеть на месте, я считаю, что человек, наверное, быстрее, стареет быстрее. А так с молодежью, вот у нас же коллектив, много молодежи, и ты себе заряжаешь энергией от них. От коллег помладше она перенимает энергию, сама с легкостью делится с ними своими знаниями и опытом. К этому столику у окна постоянно подходят коллеги Ольги Трофимовны за помощью, советом или просто добрым словом. Чувствуешь нужным человеком, да, что вот, наверное, вот это и заряд какой-то идет, что твои знания нужны кому-то. Ольга Трофимовна уверена, пока она здесь, работает, узнает что-то новое. Возраст – это просто цифры, о которых у женщин не принято спрашивать. Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. О спорте. Футбол не отпускает. Уже завтра проведут свою первую игру в новом сезоне футболисты «Динамо Ставрополь». Больше месяца команда проводила сборы, готовилась, обновляла состав. С каким настроением футболисты и тренерский штаб войдут в сезон, знает Антон Киевский. Не успел закончиться чемпионат мира, в России уже начинается очередной футбольный сезон. Футбольный клуб «Динамо Ставрополь» готовится к кубковому матчу против «Ангушта» из Назрани, который пройдет завтра на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Ну а уже через четыре дня начнется чемпионат России во втором дивизионе «Зоне Юг». Перед стартом очередного сезона Ставропольская «Динамо» серьезно обновилась. Хотя новый главный тренер Евгений Перевертайло для Ставрополя человек не чужой. Он родом из Новоселецкого и местные команды уже тренировал. Мне приятно вернуться в Ставрополь, но и ответственно. Это большая ответственность, потому что я вырос здесь и люди, которые меня здесь окружают, футбольные люди, они ожидают каких-то положительных изменений в команде, в лучшую сторону изменений. Поэтому я всегда говорю, что для меня не важно где работать, а важно как работать. Последние несколько лет Евгений Николаевич работал с клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги. Естественно, теперь ставропольские болельщики ждут хороших результатов в «Динамо». Конкретная задача ставится, да, создать хорошую боеспособную команду, конкурентно способную, чтобы имя «Динамо Ставрополь» не стыдно было произносить, да, чтобы можно было гордиться тем, что есть команда «Динамо Ставрополь». Вот такая задача стоит. Помимо главного тренера в команде немало новых футболистов. Акцент делается на молодых игроков, причем в основном на местных воспитанников футбола. Но также есть спортсмены из футбольных школ других регионов. Мне в клубе очень нравится, атмосфера замечательная, рабочая, город прекрасный. Все есть для того, чтобы становиться сильнее, лучше в футбольном плане и вообще в жизни. Мне все очень нравится. Адаптироваться в команде помогают те, кто в «Динамо» уже не первый год. Самое главное – и новая молодежь, и опытные футболисты, и, конечно же, тренерский штаб рвутся в бой и очень хотят порадовать болельщиков хорошей игрой и высокими результатами. Долго готовились к сезону. Конечно же, охота сыграть уже официальную игру, тем более играем сейчас дома, перед своими болельщиками. Мы ждем 21 числа. Готовимся. Судя по контрольным играм, думаю, даже нормально выступить. Хотя у нас молодежи очень много местных игроков. И прибавить с каждой игрой будет лучше все. Уже завтра в 17.00 на стадионе «Динамо» в Краевом центре пройдет матч 1-256 финала Кубка России. А 25 июля болельщиков ждет встреча первого тура чемпионата России, в котором «Динамовцы» снова померятся силами с «Ангуштом». Антон Киевский, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Чистым домой никто не вернулся. В Ставрополе прошел фестиваль «Красок Холли». На красочный бой пришли дети, подростки и даже взрослые жители Краевого центра. Под музыку диджеев горожане танцевали и бросали друг в друга цветную краску. На самом ярком празднике лета побывала Виктория Середа. Беззаботный смех, атмосферная музыка и массовые залпы «Красок Холли». Один из самых ярких фестивалей лета собрал десятки ставропольцев. На цветной бой пришли дети и взрослые. Оптимистичных горожан не смутил даже срывающийся дождь. После длительной жары в город пришла по прохладой. Мы решили обязательно, во что бы то ни стало, устроить праздник «Красок», праздник «Радуги». Добавить в наш город красоты, радости и веселья. Фестиваль «Красок» уже успел в этом сезоне попутешествовать по краю. В каждом городе своя программа и сюрпризы. Компания «Ставдиджей» в этом году уже решила пройти по Ставропольскому краю, проехаться с праздником фестиваля «Красок». Мы уже посетили не один город. Ставрополь является одним из завершающих городов. Хедлайнером нашего фестиваля является диджей Венский. Многие настолько довольны, что не ожидали, а хотя приходили на фестиваль и не знали, что их ждет, как пользоваться этой краской и что это за праздник. Энергией и позитивным настроением гостей фестиваля заряжал один из лучших диджеев страны. Для ставропольцев особенный трек-лист. Компиляция из всего, от современных до старых хитов. Смешиваем с различными звуками, подаем красиво. В общем, в каждом городе по-разному. Не могу сказать, что играет какая-то одна и та же музыка, или я играю тот же самый сет. Сеты стараюсь подбирать конкретно под город. В Ставрополе будет очень много трэпа, айрн-би и хип-хопа. Для гостей яркого праздника подготовили развлекательные площадки, конкурсы и призы. И, конечно же, цветные залпы. Детра, здоровая, мы с другими детям, просто чудесно, смотря на погоду. Отличный, вообще просто супер. Первый раз в детстве в краске. Отличный праздник, просто здорово. Столько много краски, все китают, все китают. Мне здорово. Домой все уходили яркие и довольны. Фестиваль красок же продолжит путешествие по Ставрополью. Виктория Середа, Александр Бородин, Ставропольское телевидение. И в завершении о сладком. Следующую новость оценят любители десертов. Ставрополь вошел в тройку городов с самыми бюджетными тортами. Специалисты одного известного сервиса объявлений провели исследование. Они решили выяснить, а где больше всего предложений, испечь торты на заказ и сколько это стоит. Так, в Краевом центре средняя цена килограмма десерта ручной работы – 665 рублей. Это на 18% дешевле, чем в среднем по стране. Наиболее бюджетные предложения оказались также в Омске и Саратове. Больше всего кондитеров живет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске. В Ставрополе же этот показатель оказался средним по России. При этом ставропольские кондитеры готовы воплотить самые смелые пожелания заказчиков. Например, в городе можно найти торт «Единорог», торт «Зуб», торт с персонажами известного мультфильма и даже торт «Железную дорогу». И это все новости к этому часу. А вот еще больше информации на нашем сайте stv24.tv. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»